Столинский район певно может претендовать на звание самого мобильного в Украине. На 73 тысячи насильництва, 13 с половиной тысяч мотоциклов. Усё б добро, только Ольшанская штрафстоянка демонстрирует наглядно. Колькость владельников мототранспорта тут ледь не равняется колькости порушальников. Усё гэта конфискована за порушений правилов дорожного руху. Меж тем, с початку года в районе зафиксовано 6 дорожно-транспортных здоровьев с уделом мотоциклистов. У вынику 8 пораненых. У двух выпадках водители ехали в стане алкогольного опьянения. А во всех шести на угол не имели права так зваться, тому что водительских посвященников у них не было. С початку года на мотоциклистов Столинского района складено больше за 350 протоколов об администрационных правопорушениях. Из которых 19 управляли в состоянии алкогольного опьянения, два водителя были задержаны повторно в течение года, в отношении которых были возбуждены уголовные дела. Также по статье 18.19 128 водителей – это водители, которые не имели водительских удостоверений. Также 16 административных правонарушений – это игнорирование правил дорожного движения, неостановки транспортных средств оперативного назначения. Тим часом мясовые инспекторы ДПС освоивают новенькие службовые мотоциклы БМВ. Их у райотдел закупили, чтобы наводить парадок. Сирот ауто и мотоаматоров было больше сручно. Работа на мотоцикле очень удобна, маневрена, особенно удобно выявлять нарушения на пересеченной местности, то есть мотоцикл хорошо держит дорогу по бездорожью. Ну и любые нарушения удобно выявлять, особенно мотоциклисты уже не уйдут. Игнорирование дорожных знаков и на угол правилов руха, отсутность правов. Многие мясовые жигары отчувают себя настолько самостоянными, что выполнять державные потребования, лечить за лишним. А это неправильно, потому что закон один и для всех нагадывают в ДАИ. Алиса Григорьчук, Александр Дзьяченко, Телерадо и компания «Брест».